Важнейшая тема международной безопасности готовится обсуждать в столице. Через два часа открывается Минский диалог, масштабный форум экспертной инициативы. Главный вопрос, на который попытаются найти ответ участники, как сообща противостоять вызовам и угрозам. На площадке форума работает наша съемочная группа. На связь со студией новостей выходит Ольга Садчая. Добрый день, Ольга. Эксперты начали пребывать в Минск еще накануне. Каковы ожидания от встречи? Добрый день, Екатерина. Вы можете видеть, как сейчас завершаются последние приготовления к открытию форума и менее часа до начала регистрации участников Минского диалога. Причем этот процесс наверняка быстрым не будет. В белорусскую столицу прибыли примерно 500 экспертов из полусотни государств, более чем представительный состав участников. Итак, чего же мы ждем от работы форума? Основные акценты теме безопасности в Восточной Европе. Причем это будут не просто дискуссии о геополитике. Участники Минского диалога, а среди них, к примеру, и генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и дипломаты, и европарламентарии постараются найти пути решения общеевропейских проблем. Причем намечать направления будут и практики, и теоретики. Ученые также поделятся мнениями на Минском диалоге, и накануне мы пообщались с некоторыми экспертами. Важно, что ученые и политики разговаривают друг с другом и смотрят на происходящее с одного ракурса, наращивают потенциал и ищут практические решения. Как мне кажется, Минский диалог и призван наводить мосты и устранять недопонимания. Во всем мире сейчас происходят очень большие процессы, связанные с интеграцией, с глобализацией. И Минск традиционно был очень удобным местом вообще для международной интеграции, кооперации. И сам по себе климат, люди очень способствуют тому, чтобы люди друг друга слушали и общались. Система международных отношений сегодня сталкивается с самыми драматичными вызовами за последние десятилетия. И эксперты сходятся во мнении, что безопасности, да и простого взаимопонимания между странами поодиночке не добиться. И в этой ситуации Минск подходящая нейтральная площадка. Кроме того, наша страна известна во всем мире как своего рода центр переговоров, где принимаются миротворческие решения, но и звучат важнейшие инициативы. Я напомню, что о проекте «Хельсинки-2» впервые было заявлено на летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ именно в Минске. Ну а какие заявления, высказывания и суждения станут самыми обсуждаемыми и судьбоносными на нынешнем форуме, узнаем уже в ближайшие дни открытие «Минского диалога» сегодня в 15.00. Спасибо, Оля. Это был наш корреспондент Ольга Осадча. Нас ждет открытие форума и сообщит новую информацию в следующем выпуске.